Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Вы знаете, надо сказать, что я не совсем понял цель. То есть цель вашего вопроса. Вы пишите, что не можете получать удовольствие от секса. Это понятно. Ваша задача и цель, которую вы, условно говоря, ставите перед психологами, заключается в том, чтобы научиться получать удовольствие от секса, допустим. Если так, то, как вы понимаете, для этого нужен партнер. Если мы не говорим о самоудовлетворении, конечно же. В случае самоудовлетворения здесь история немножко другая. Если мы говорим о партнере, то, наверное, вы, я надеюсь, что вы понимаете, что какие-то отношения с партнером устраивать. Нужно. В том числе, нужно выстраивать какие-то отношения с партнером сексуальные. Вопрос заключается в том, хотите ли вы этого. Ну, так мне, по крайней мере, видится этот момент. То есть, по итогу, нет цели у вас. То есть, правда, получать удовольствие от секса, но вы же понимаете, что сам секс, он как бы, это не что-то отдельное. Да, это что-то такое, вот, если можно так выразиться, это что-то совокупно. Вот. Дальше. Значит, проблемы, скорее, психологические. Можно ли что-то сделать? Да, можно, безусловно. С физическим и интимным здоровьем у меня все в порядке. Поэтому предполагается проблема, скорее, психологического характера. У меня был неудачный первый опыт. Девятнадцать лет. Согласилось через «не хочу». Парень оставил. И только очень больно. Смотрите. Значит. Есть у вас определенные мотивы, почему вы согласились через «не хочу». Я более чем уверен, я более чем уверен, что такие мотивы у вас были. мотивы согласиться. Несмотря на то, что вы не хотели. То есть, у вас был мотив наплевать на свои, например, чувства, да, обещания свои чувства. Почему-то. Так вот, давайте мы с вами для начала, да, попробуем подталкиваться от этого. Как так вышло, что вы согласились на секс только потому, что парень, видите ли, настаивал. Ну, надо настаивал и что. Далее вы пишите про, про боль. Про свою боль вы пишите дальше. Вот. Это, конечно, очень неприятно. Я вас понимаю. Я понимаю вас. Понимаю, что вам неприятно. Вот. Хотя здесь есть, конечно, риск, что вы подумаете, что я мужчина. И как я могу вас понять, вы женщина. Вот. Но тем не менее, я понимаю, что вам было больно. Вот. Ну, я думаю, что мне не нужно здесь, как бы, рассказывать вам о физиологии, да, о структуре, о том, как это сработает. Я думаю, что вы на это сядете. То есть, боль – это нормально. Вот. Вопрос заключается в другом. Как вы к боли относитесь. Вопрос заключается в том, как вы к боли относились к своей. Вопрос заключается в том, какой вывод вы сделали из этой боли. Что у вас произошло. Если вы сделали вывод из боли, что вам будет теперь больно всегда. Или если вы сделали вывод, что секс – это всегда, там, какое-то, может быть, ну, не знаю, может быть, какое-то принижение, может, какое-то обесценивание вас. То в таком случае, да, я полагаю, что это вполне себе может быть причиной, причиной, по которой вы так себя чувствуете. То есть, это вопрос, вопрос о ваших представлениях в контексте секса. И в контексте своего сексуального поведения. Вот. То есть, как оно, что оно из себя представляет, да, ну и так далее. Хотя здесь, конечно, есть и, я так полагаю, комплекс – это эффективная совокупность ряда фактов. Дальше. После этого удовольствие я никогда от процесса не испытывал ни с ним, ни с двумя последующими партнерами. Смотрите, я понял, что вы не испытывали удовольствия, но очень важно то, как вы выстраивали отношения с партнерами. Очень важно, насколько у вас были, насколько сильными и какие вам были чувства к партнерам. То есть, например, любили ли вы своих партнеров, да. Хотели ли вы для них счастье, хотели ли вы доставить своим партнерам удовольствие, наслаждение, вот. Насколько вы доверяли друг другу, что для вас вообще значит секс. Ну, ну, вообще, как таковое, что для вас значит секс. То есть, вот, как вы относитесь к сексу, в какое место занимает ваша жизнь секс. О. То есть, это все очень важная история. Это точно нужно корректировать, да. То есть, возможно, вы впутали в отношения с партнерами только для того, чтобы, ну, чтобы доказать себе, что вы, там, можете испытывать удовольствие, что вы, ну, что вы не фригильны. Или, может быть, вы еще какую-то, какую-то преследовали цель. То есть, вот эти все нюансы, эти все нюансы, да, их нужно исследовать, на мой взгляд. Потому что это очень важная история. Как и то, почему вы, условно говоря, да, пренебрегли своими личными границами и позволили вот этому мужчине сделать то, что хотелось. То есть, это, как бы, тоже свидетельство некого конфликта, да, то есть, вы себя, грубо говоря, подавили. Дальше. При самоудовлетворении что-то происходит, но в определенный момент я не могу продолжать. Ну, я так понимаю, говоря, что-то происходит, вы подразумеваете, что происходит возбуждение. Я так понимаю. Ну, дальше вы говорите, что я не могу продолжать. Это интересный момент. Что значит, не можете продолжать. Ну, что это значит? Что значит, я не могу продолжать? В чем проблема? Ну, в чем проблема? Какая проблема возникает конкретно? То есть, не могу продолжать, это что? Пропадает желание, появляется страх или что? Тоже очень важный момент. Вы говорите о подробностях, но, к сожалению, подробностей, которые вы подставляете, да, недостаточно. У меня еще больше подробностей, к сожалению. Так, с мужчиной пробовать особого желания нет. Ну, опять же, смотрите, как бы пробовать что? Секс, да? Если вы хотите пробовать секс, условно говоря, без любви, да, без отношений, то вам для этого нужно иметь, ну, достаточно сильная сексуальная желание, которая является самостоятельной. Вот. Как вы понимаете, я надеюсь, что у нас сексуальное желание не самостоятельное. Оно связано исключительно с, видимо, чувствованием себя и чувствованием своего партнера. Вот. Поэтому говорить о том, что вы можете заниматься сексом просто так, ну, я бы, я бы, по крайней мере, не стал бы этого делать, потому что такой уверенности у меня нет. Вот. Опять же, если, если это ваша задача, то в направлении этой задачи можно будет поработать, если это ваша задача, если вот это ваша цель, условно говоря. Вот. Потому что, ну, как я уже сказал, да, то, что цели, цели вы не озвучили. Никакой. Никакой. Дальше, если до чего-то дойдет, до чего-то существует, мне обычно хочется на этом остановиться. Ну, опять же, хочется остановиться, точно неопределенно все. То есть, что значит, хочется остановиться? Эээ, почему хочется остановиться? Эээ, опять же, здесь у вас, эээ, что, здесь у вас, эээ, страх, здесь у вас, ээээ, что-то еще. То есть, вот, ну, тут вот нужно все-таки немножечко по, эээ, подробнее этот момент облучить, если, я понимаю, что вам, опять же, может быть тяжело, вот, об этом говорить, но, тем не менее. Что значит, не что, значит, на нее хочется, хочется, хочется остановиться, вот, то есть, ээээ. Этот момент надо смотреть подробнее. Вот. Эээ, дальше, дальше идем. Так, эээ, извините, рассказываем о всех деталях, а нет, это не детали. Я это делаю с того, чтобы была более общая корзина, более буду благодарна за советы. Эээ, слушайте, ну, советы здесь, на самом деле, бесполезны, с точки зрения психологии, да, эээ, советы вам не помогут. Нужна работа, ээээ, с вами, нужна работа, ээээ, с вашими, ээээ, проблемными блоками, с вашими противоречащими установками, с вашими страхами, вот. Возможно, с чувствами, эээ, с чувствами и, возможно, с импринтом, как, ээээ, сказал мой коллега, коллега. Вот. То есть, ээээ, в некоторой степени вы, ээээ, сами, как бы, ответили на свой вопрос, да, предвосхитили, ээээ, все возможные советы, а вот, ээээ, своими рассказами. То есть, как бы, есть такое понятие, как, ээээ, добрый совет, да, вот, вот, добрый совет, добрый совет вам можно дать, краткие, вот, эээээ, в том ключе, в том ключе, а в каком ключе, а в каком бы вы пишете. Типа, что, значит, вы еще не встретили своего мужчину, просто подождите. То есть, как бы, если второй совет вы поясняете, да, типа, что проверки все врача, то первый совет, что встретить своего, ну, что вам нужно встретить своего мужчину, и не пояснять. А жаль, потому что, как бы, именно вот женское сексуальное желание, оно, как-то таки, привязано к чувствам, вот. И если вы для себя это примете и признаете, да, и вот откажетесь вот идею, ну, допустим, ставить секс во главу угла, вот, что, возможно, вам будет лучше, вот. и здесь я бы хотел указать вам на тот факт, что в вашем суждении, в вашем суждении, пожалуйста, не давайте мне вот таких советов, да, угадывается родительская позиция, родительская позиция, то есть, чего-то, чего-то не делайте, вот. То есть, я хочу помощи, да, но какие-то советы я не приеду, то есть, какие-то советы я заранее обесцениваю. Вот, это родительская позиция, это позиция не ваша, это позиция, навязанная вам извне, и она вам мешает. В том числе, родительская позиция мешает сексу. Вот, я так думаю, что родительская позиция, ты должна, это нельзя, это неправильно, вот, она присутствовала у вас еще до того, как вы, ну, вступили первый раз в сексуальные отношения, ну, вот, мне так кажется, мне так кажется, вот, потому что, ну, как бы, вы не хотели секса с парнем, как бы, в 19 лет, но, тем менее, все равно, вы, а, с ним, а, с сексом, получается, задали. Вот, то есть, как бы, здесь не было такое, знаете, а, типа, как, типа, как, бунт против, а, ну, может быть, какого-то запрета, да, и так далее. Вот, и после того, как вы получили неудачный опыт, вы, возможно, стали больше доверять именно родительскому опыту. То есть, вы стали больше оперировать такими понятиями, как это правильно, это неправильно, так должно быть, так не должно быть, вот. То есть, вы, как бы, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Которая, к сожалению, ничего хорошего вам не дает. Вот, в принципе, так, то есть от этого, от этой позиции тоже нужно отходить, вот. Вот, вот так примерно, я думаю, можно вам ответить на ваши вопросы, вот. Я надеюсь, что мой ответ вам помог, если у вас остались все дополнительные вопросы, обращайтесь в личку, буду рад помочь. Ага, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы делаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.